Здесь о судах сказано так. Каждый, согласно альтруистическим принципам, обязан усердствовать в том, чтобы все более и более поднимать уровень жизни мира. Так, чтобы все люди мира наслаждались своей жизнью и получали от жизни все большую и большую радость. Тут вообще, какого мира? Какую радость? Все очень просто. Все очень просто. Человек должен прийти к состоянию, когда он все свои силы отдает на развитие и благоустройство мира вокруг себя. При этом практически не беспокойся о себе. Потому что если так будут люди поступать, то они будут обеспечивать себя необходимым и быть абсолютно уверенным, что это необходимое у них будет всегда. потому что все думают обо всех. И таким образом они смогут обеспечить действительно самое лучшее благоустройство мира, потому что, относясь по-доброму всея ко всем, они создадут между собой такую сетку отношений, в которой они проявят свойства Творца, свойства отдачи и любви. Это и есть достижение цели мира. О каком мире, он говорит? Наш мир. Соединение между людьми. Ну вот он говорит, так, чтобы все люди мира наслаждались своей жизнью. Понятно, какой жизнью они хотят наслаждаться? Отдача и любовь. При этом они, при этом каждый из них освобождается от всех страданий, страхов, проблем, первое. И второе начинает ощущать себя на следующем уровне, оторванном от своего эгоистического желания и все, что связано с ним. И начинает ощущать себя на уровне Творца. Каждый и все вместе. А вот то, чтобы получали все большую-большую радость, большая-большая радость, она в чем? В том, что я становлюсь не связанным ни с какими ограничениями нашего мира. И наоборот, вхожу в состояние слияния с высшим миром. Вечным, бесконечным, совершенным.